МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Серебряные волонтеры, бабушки элегантного возраста, помогают воспитывать чужих детей и внуков. Маска «Я тебя знаю» заслуженная артистка РСФСР Вера Кузьмина стала лауреатом престижной театральной премии. Чебоксарские соловушки летят в Москву. Детский хор выступит в Кремлевском дворце. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал указ. В нем предусматривается комплекс мер, направленный на обеспечение дальнейшего повышения заработной платы в организациях Чувашии. Отмечено, что она не может быть установлена ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения республики. В работу по реализации указа должны включиться все органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, работодатели. Напомним, что главу региона поставлена задача довести уровень среднемесячной заработной платы в Чувашии до 30 тысяч рублей к 2020 году. Предприятия «Электрокластер» продолжают увеличивать производственные объемы. Планы наращивания инновационных проектов. Перспективы научно-производственного комплекса «Экро» сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава Чувашии встретился с руководителями предприятия. Спрос на продукцию «Экры» растет каждый год. Сказывается и реализуемая в стране национальная программа. Заместить импортные поставки – задача, которую ставит президент России. Микропроцессоры из Чебоксар сейчас реализуют крупнейшим корпорациям страны. Все выпускаемые устройства испытывают в специализированном центре. Проектный центр тоже зарегистрировано в Чувашии, который реализует проекты различной степени сложности, как с нашим оборудованием, так и с оборудованием других производителей. И недавно мы выделили тоже управляющую компанию. Это предприятие, которое управляет объектами недвижимости, то есть помогает нам реализовывать строительные какие-то вещи. Для предприятий, производящих электронику, рынок открыт. Сейчас делается ставка на инновации. Один из перспективных проектов – цифровая подстанция. В его реализации участвуют и предприятия «Экран». Сейчас первый замминистра экономики приезжал. Насмотрели как раз распределительное устройство на 110 кВт. Практически уже нет явления защиты, все в автоматическом режиме. По-другому это уже цифровая подстанция, которая в реальной работе уже работает. Поэтому огромные слова благодарности всем тем ученым, разработчикам, всем тем дружинникам, которые работают на вашем предприятии. Предприятие продолжает наращивать экспортные поставки. В следующем году планируют открыть представительство за рубежом. Республика Армения на сегодняшний день с нами решила реализовать проект, который позволит нам использовать именно армянские мощности. Мы там строим производственные площади, там больше тысячи квадратов. На открытии, кстати, планируется открытие с участием первых лиц республики. Впереди немало новых планов. Этот год научно-производственный комплекс завершит с прибылью, отмечают его руководители. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика. Народная артистка СССР, актриса Чувашского академического драматического театра Вера Кузьмина стала лауреатом престижной театральной премии «Золотая маска». Союз театральных деятелей России высоко оценил ее вклад в развитие национального театрального искусства. Впервые Вера Кузьмина вышла на сцену более 70 лет назад и продолжает радовать зрителей своим мастерством до сих пор. Отметим, что вместе с Верой Кузьминичной этой премией были удостоены такие известные артисты, как Валентин Гафт, Александр Ширвиндт, Иван Краском и многие другие. Волонтеры не на словах, а на деле. И все это о женщинах элегантного возраста. Именно они стали добрыми помощниками в комплексном центре социального обслуживания населения столицы Чувашии. Их называют еще серебряными волонтерами. По доброй воле, с великим желанием, эти бабушки приходят каждый день в центр, чтобы узнать, кому нужна помощь. Они могут присмотреть за детьми, отвезти в кружок или в спортивную секцию, почитать книжки или дождаться мамы с работы. У меня вообще четверо детей. И когда младшему исполнилось три года, пора было на работу идти, я просто не знала вообще с кем остаться, потому что бабушки у нас нет. У нас умерла бабушка. И мне предложили вот этот проект, взять бабушку. И я, конечно же, согласилась. И спасибо этому проекту, на самом деле. Здесь очень добродушные, очень веселые, очень бодрые бабушки. Сегодня в центре социального обслуживания большой семейный вечер. В одном кругу мамы, папы и бабушки. Посещать эти семьи мне приятно. Мне интересно заниматься с другими детьми, потому что действительно, вот женщинам такого возраста, может быть, хочется как-то вспомнить вот это чувство материнства, вот это вот опять как-то себя почувствовать нужно и действительно. И я хочу пригласить всех свободных женщин, пенсионерок, приходите к нам в центр, приходите к нам на нашу программу, на наш экспресс-бабушки. В центре социального обслуживания уже год реализуется проект экспресс-бабушки. Бывшие социальные работники, педагоги, воспитатели на пенсии помогают нуждающимся семьям присматривать за детьми. Этот вид помощи очень востребован. Сюда постоянно обращаются мамы, которым даже на пару часов не с кем оставить ребенка. А у бабушек-волонтеров есть свободное время и желание отдавать свое тепло. Мне поручили двух мальчиков, двойняшек. Детишки то время были маленькие, им было всего полтора годика было. А сейчас они подросли уже, стали побольше уже. И стали мне как совершенно родные уже они стали. Любишь своих, как будто своих уже привязалась к ним. Они тоже ко мне привязались. Вот на улице гуляют они, видишь их, они кричат. Бабы наши, бабы наши бегут, бегут ко мне навстречу. Виснут у меня на руках, целуют, обнимают они. Вы знаете, как душа, совсем становишься, как будто молодая ты. Вот чувствуешь, что нужна ты, отдаешь всю любовь детям своим. Экспресс-бабушки – это настоящие палочки-выручалочки. Лучшая оценка работы для них – счастливые улыбки детей. Когда у наших бабушек за плечами большой-большой опыт, вы ведь многое отдаёте нашим детям. А самое главное – это семья. Семья – это главное в нашей жизни. Я выражаю вам благодарность за то, что вы свою частицу тепла отдаёте нашим детям. Не только своим детям, своим внукам. У вас теперь появляются ещё внуки уже. В следующем году проект «Экспресс-бабушки» планируют расширить. В Центре обслуживания населения будут рады всем, кто хочет помогать другим. Волонтёрское движение по всей России с каждым годом набирает обороты. В 2018 год президент страны предложил объявить Годом добровольца. Это будет год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть и главная сила России, сказал Владимир Путин, обращаясь к волонтёрам на Всероссийском форуме добровольцев. Татьяна Трофимова, Республика. Их ждёт главная сцена страны. Десять юных голосов из Чувашии зазвучат в унисон с детским хором России. Он выступит в Государственном Кремлёвском дворце, где стоит заседание Госсовета России при президенте страны. На заключительной репетиции хора «Соловушки» перед ответственной поездкой побывала наша съёмочная группа. Я хочу побыть в Кремле, да, потому что там очень большая сцена и хочется там попеть чуть-чуть. Их соловьиные голоса будет слушать Москва и весь Кремль. Большая сцена может и немного пугает, но это большой стимул репетировать усерднее и усерднее. Надо понимать, что детский хор России – это хор президента России. Это значит тот коллектив, где самые-самые талантливые дети, самые трудолюбивые, успешные дети. И те, которые имеют определённые навыки пения. Быть солистом такого огромного хора – это очень большая ответственность. Чувствуешь, как весь хор следует за тобой, например, когда ты поёшь песню. Насколько здорово может звучать тысячи детских голосов, поющих в унисон, Чувашия хорошо помнит. Только этим летом в День Республики в Чебоксарах выступил детский сводный хор России и Чувашии. Тогда у монумента «Матери-покровительницы» воедино слились тысячи юных голосов из 32 регионов страны. В этот раз хор выступать будет не в полном составе. В концерте примет участие только половина детей из 78 регионов. Репертуар тоже другой. Готовят 13 детских песен – классику хорового творчества. В столицу ребята отправятся не одни. Ответственная задача и у руководителя соловушек Александра Васильева будет хормейстером детского хора России. Конечно, это очень ответственно, но, с другой стороны, такая гордость за Чебоксары, что всё-таки мы показали какое-то своё качество, наверное, и свою состоятельность. Это будет третье выступление чебоксарских соловушек в Кремлёвском дворце. Выезжают они 21 декабря. В Москве их ждут усиленные репетиции, а сам концерт состоится в канун Нового года, 27 декабря. Ирина Волкова, Дина Кустова, Александр Петров, Республика. Разгадать тайны русской души пытаются многие. Свой ответ на извечный вопрос нашли студенты Чебоксарского художественного училища. Коллекция «Русская душа» стала фаворитом на евразийском конкурсе высокой моды национального костюма в номинации «Лучший славянский костюм». Поверить в то, что эта коллекция создавалась в течение месяца, невозможно. Богатство форм, материалов, характеров поражает. Достоверность исторических образов видна в каждом стишке, ведь за основу студенты взяли боярскую одежду русского государства V-VII веков. Для полного раскрытия образов будущие модельеры создали на сцене «Настоящее театральное действие». Русская душа, она включает в себя очень много. Это и кроткость, и скромность, и большое достоинство. Мне кажется, что наша коллекция получилась именно с этими характеристиками. Мы выбирали себе костюмы, которые бы соответствовали и нашему характеру, и нашему внешнему облику. Поэтому, например, на мне сегодня костюм Великой княгини Московской Софии Палеолог. В этом году конкурс «Этноэрата» прошел в Москве в 17-й раз. За это время он успел завоевать авторитет не только в России, но и за ее пределами. Уровень участников очень высок. Жюри достойно оценила коллекции студентов Чебоксарского художественного училища. Кроме победы в номинации «Лучший славянский костюм», им досталось и третье место за лучший этнический сценический костюм. Татьяна Филатова, Россия Мухаммедов, Республика. Новый год уже на носу, а это значит, что самое время поднимать себе настроение и готовиться к празднику. Сегодня в столице Чувашии прошла благотворительная елка для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Снежинки, мушкетеры, принцессы, дедушка Мороз со снегурочкой и даже живые смайлики. В центре творчества Калининского района появилась настоящая сказочная страна. И каких только жителей не было на этом новогоднем празднике. Хороводы вокруг елки водили взрослые и дети. Цель одна – создать детям праздничное настроение, сплотить деток, чтобы они подружились, познакомились друг с другом, ну и получили от сегодняшнего дня удовольствие. На празднике юных жителей Чувашии ждало немало сюрпризов. Новогодние представления, различные конкурсы и игры, ну и, конечно же, сладкие подарки. Новогодняя сказка на этом не кончается. Ребят ждет еще немало интересных представлений. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее вас ждет полезная информация. Я с вами прощаюсь. До завтра. Еще несколько лет назад мы радовались графическим смайлом в СМСках. Сегодня смартфон – помощник во всем. А мобильный интернет необходим, как электричество или воздух. Теперь у нас есть доступный скоростной мобильный интернет, а значит и новые возможности. Компания Теле2 подтверждает эту тенденцию. Жители Чувашии все больше уходят в онлайн, и их ожидания от оператора тоже растут. Всего за год объем интернет-трафика в сети Теле2 Чувашия увеличился в 5,5 раз. А число тех, кто регулярно выходит в сеть интернет, с мобильных устройств увеличилось на 64%. Мы видим, что нашим абонентам нужны не только выгодные тарифные предложения, но и удобные цифровые сервисы, которые заложены в наши бизнес-стратегии, другие правила. Итоги года по другим правилам в новых телеком-реалиях компания обсудила с чебоксарскими журналистами. За 2017 Теле2 обновила фирменный стиль и тарифную линейку, предложила новые цифровые сервисы и более 160 партнерских программ лояльности, которые поддерживают стиль жизни и интересы абонентов. Во многом благодаря качественной инфраструктуре. Регион стал с увеличенным финансированием, что позволило нам увеличить вдвое количество базовых станций ЛТЕ. То есть проект начался в конце лета, и на сегодняшний день он в завершающей стадии. И покрытие населения увеличилось на 20%. То есть больше половины населения Чувашской республики на сегодняшний день находится в зоне уверенного покрытия сетью ЛТЕ. В Теле2 признаются, этот год был богат на изменения. Выбранный курс оценили и жители Чувашии. Динамика говорит сама за себя. Абонентов оператора стало больше на 39%. А в новом 2018 году компания обещает еще больше интересных предложений. Безусловно, по другим правилам. Редактор субтитров А.Семкин